МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Председатель КНР будет находиться в Беларуси с государственным визитом с 10 по 12 мая. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Си Диньпин посетит Минск по приглашению президента Александра Лукашенко. Зарубежное турне председателя КНР начнется с официального визита в Казахстан. А 8 и 9 мая он будет находиться в Москве, где примет участие в торжествах по случаю 70-летия Великой Победы. Военный парад в Минске 9 мая начнется в 11.00. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Традиционно он пройдет у стелы Минск город-герой и продлится около часа. По улицам города проследует более 5000 военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Этой ночью Минчане и гости столицы уже могли понаблюдать за подготовкой к параду во время генеральной репетиции. Механизированная колонна длиной свыше двух километров, плац-концерт роты почетного караула и новинки отечественного военпрома. 9 мая зрителей также ждет уникальное авиашоу. Будет представлена и техника вооруженных сил России. Представительство всего личного состава в целом прибыло более 400 человек. Парадная коробка представляет дивизию воздушно-индействительных войск. А техника от различных соединений частей. Поначалу, конечно, было сложно, потому что абсолютно новый элемент в строевой подготовке, такой как барабан, перебой, правильно взять необходимые палочки. Это довольно-таки сложно было первое время. Но со временем опыт приходит и мастерство постоянно наращивается и становится все лучше и лучше. Завершится празднование Великой Победы грандиозным салютом. А в Минске, Брестской крепости, областных центрах он начнется в 10 вечера. Агитпоезд «Цветы Великой Победы» вернулся сегодня утром в город-герой Минск. Позади почти две недели путешествия по местам боевой славы. Напомню, из Минска состав из шести вагонов отправился 24 апреля. За это время не только увидеть, но и потрогать уникальные экспонаты и раритетную технику смогли во всех областных центрах, а также в Осиповичах, Жлобине, Орше и других белорусских городах. Неотъемлемой частью состава стал вагон-музей. Во время остановок его экспозиции пополняли местные артефакты времен Великой Отечественной. Также на каждой остановке атмосферу праздника создавали театрализованные миниатюры и военные песни. «Это является у нас самым молодым участником поезда, в котором мы ездили. Я считаю, что мы должны, наше поколение еще знает общаться с ветеранами, а вот уже это поколение, они вряд ли уже живы ветеранами, поэтому мы должны им передавать все традиции, которым у нас научили ветераны». «В болоте спасались, проходили через мирное поле, так что многое, что пережили. И поэтому у нас эмоции такие, что мы вспоминаем сразу все себя, хотя уже прошло много лет». Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» на столичном перроне встретили более тысячи человек. А вот финальный аккорд патриотического проекта прозвучал на площади Победы. Под композицией военного оркестра к монументу легли цветы от пассажиров необычного состава, ветеранов, а также гостей из России. Белоруссия и Евросоюз намерены сблизить статистические стандарты. Об этом шла речь на встрече профильной рабочей группы Восточного партнерства. Эксперты, а это представители Европейской комиссии, специалисты статистических служб из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовой и Украины собрались по этому вопросу в Минске впервые. Стороны обсуждали технические моменты по сближению стандартов «Единый подход» позволит оперативно сопоставлять данные всех стран. Статистика является очень важным элементом в экономике страны, то есть методологии правильные, чтобы они были сравнимы между странами. И содействие в этой сфере я считаю очень важной. Та методология, которую сегодня использует Евростат, она является одной из передовых статистической методологии. И в принципе для тех стран, которые сегодня принимают участие в семинаре, этот опыт будет крайне полезен. Новый закон о выборах принял парламент Италии. Документ вступает в силу 1 июля следующего года. Согласно ему, выборы будут проводиться лишь в нижнюю палату итальянского парламента. При этом полномочия Сената резко сокращаются. Возможно, в будущем его и вовсе ликвидируют. Второе и не менее важное новшество – выборный процесс в главный законодательный орган страны – будет проходить в два тура. Но только если ни одна из партий не наберет абсолютное большинство. По мнению главного инициатора этого закона, премьера Матео Ренци, такой шаг позволит Италии построить стабильное государство. Самая настоящая политическая битва развернулась на финальном этапе предвыборной кампании в Великобритании. Согласно оценкам специалистов, правящие консерваторы во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном идут нога в ногу с их оппонентами. Лейбористы в последнее время получили широкую поддержку масс благодаря взгляду на проблему миграции в стране. Впрочем, велика вероятность, что ни те, ни другие не сформируют правительство единолично. ФБР установило личности, открывших стрельбу накануне в Техасе. Один из них, гражданин США, долгое время был объектом расследования американских спецслужб. Пять лет назад его осудили за дачу ложных показаний федеральным агентам. Он соврал о своих планах отправиться в Африку и присоединиться к экстремистам. Напомню, два человека открыли стрельбу возле выставки, посвященной карикатурам на пророка Мухаммада. В результате перестрелки с полицией погибли сами преступники, и один охранник получил ранение. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство». Следователи выясняют причины несчастного случая на Могилевщине. Накануне вечером в райцентре Горки во время, казалось бы, безобидной игры на батутах пострадали 9 детей. Огромные надувные конструкции, а вес больший, примерно 400 килограммов, в одночасье подбросило в воздух и стало носить по двору. С различными травмами детей госпитализировали в районную больницу. Я была возле батута, и сестричка на батуте. И потом поднялся либо ветер, либо батут лопнул. Я сама не поняла, но они вдвоем все разлетели в воздух. Детям оказана уже необходимая медицинская помощь, принимаются необходимые манипуляции и меры для облегчения их каких-то физических страданий, в том числе психологическая помощь. Лечение продолжается, и будет все сделано для того, чтобы у детей наступило более скорейшее выздоровление. У шестерых маленьких пациентов множественные ушибы и ссадины. Трое получили травмы посерьезнее. Их этой ночью доставили в областную клинику. Сейчас предстоит выяснить, что стало причиной несчастного случая. С течением обстоятельств или халатность хозяина аттракционов. Устанавливаются батуты по всем техническим правилам. Были закреплены. Приезжал я сюда в том году, целый год тут работал. Это первый раз у меня такое. Я сам не ожидал, что такое может получиться. Моя вина, что люди попали в больницу. Размещение аттракционов именно по улице вокзальной, вот в этом микрорайоне, оно не было согласовано с районными службами. И ответственность за размещение, за использование всех средств, она лежит полностью на предпринимателе, который самовольно решил устроить аттракционы во дворах дома. Семидесятилетие Великой Победы стало лейтмотивом выставки СМИ в Беларуси. Крупнейший медиафорум проходит уже в 19-й раз. Приветствие его участникам и гостям направил президент. Александр Лукашенко отметил, что белорусские СМИ развиваются в русле мировых тенденций, активно внедряют новейшие коммуникационные технологии. Этот масштабный международный форум ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информагентств и интернет-порталов. Участие в нем принимают и зарубежные гости. Нынешняя выставка объединила свыше 400 участников из 12 стран. Традиционно свой стенд на форуме представляет и телеканал СТВ. Сегодня вечером во Дворце Республики будут чествовать лучших журналистов республиканских и региональных изданий. Традиционно награждение победителей конкурса «Золотая литера» проходит в профессиональный праздник – День печати. Всего было подано свыше 150 заявок и значительная часть из регионов. А завтра заслуженные награды получат победители первого в республиканском конкурсе «Фото Беларуси». Из Белграда в Минск прилетели «Белые журавли». Премьера спектакля «Покорившего сербов» состоится сегодня на белорусских подмостках. Хип-хоп, балет, опера и даже военный марш – все это вечером увидит зритель. Сюжет спектакля объединил на сцене белорусов и сербов. Вторая мировая война судьбу стран сделала очень схожей. В борьбе с фашистскими захватчиками государство понесли много жертв. Автор постановки – известная сербская актриса и режиссер Ивана Жиган. Тему «Беларуси» и «Журавлей» женщина затрагивает не впервые. 12 лет назад вышел фильм «Ивана. Земля под белыми крыльями», посвященный нашей стране. «В конце спектакля танцуют белорусские именно по-сербски, сербы играют советских воинов. Все помешалось наоборот, но именно все как надо, потому что мы должны быть вместе, особенно, что мы были вместе. Русские, белорусские, сербы вообще воевали против Гитлера». «Минск – такой прекрасный, интересный город. Складывается такое ощущение, что я дома. Когда мы приехали сюда готовить спектакль, все оказалось на высшем уровне. Свет, сцена, танцоры. Наши народы очень похожи. Я считаю, что между нами может быть очень хорошая дружба». Далее спортивное обозрение. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.